Зимой чище не будет. В Кировском отделении общероссийского народного фронта считают, что почти 10 миллионов рублей на уборку снега будут потрачены бесконтрольно. Потому что к этому замечанию активистов в городской администрации уже не прислушались. Подробнее об этом и многом другом в рубрике короткой строкой. ВОНФ считает, что это будет впустую, если рекомендации активистов все-таки не учтут. Пострадавшим от пожаров за год выплатили в общей сложности больше 2 миллионов рублей. Деньги на погорельцев в Орлове, Афанасьево, Нагорске и еще пяти райцентрах выделены из резервного фонда областного правительства. Всего с января муниципальным образованием выплатили 7 с лишним миллионов рублей. Больше половины направлены на ремонт крыши школы в Апаринском районе, которая пострадала от сильного дождя. Заболеваемость пошла на спад. На прошлой неделе за медпомощью с симптомами ОРВИ обратились 3300 жителей города. Это на 7% меньше, чем недели раньше. В Роспотребнадзоре сообщают, что случаев гриппа не зафиксировано. Стоит отметить, что прививочная кампания против этой болезни продолжается. Вакцинированы на сегодняшний день 270 тысяч человек. На неделе продолжат работу и мобильные прививочные бригады. Одна из них, как и раньше, будет находиться на площади Конева. Кировчане могут помочь малышу, страдающему от рака крови. 26 октября во Дворце культуры «Космос» пройдет благотворительный концерт. Все собранные от продажи билетов деньги пойдут на лечение годовалого Тимофея Макарова. Курс против лейкоза в китайской клинике стоит больше 3 миллионов рублей. Стоимость билета на концерт всего 200 рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова